коллектив всем здравствуйте джесси джесси все давайте грязная все перестань приехал сегодня покопать металла дома не сидится на улице холодина витрина но все равно поехал зал джесси с собой как обычно ну тут мы рядом совсем можно сказать с поселком здесь тоже у нас леспранкозовские территории когда-то были также здесь проходила узкоколейная железная дорога поищем по насыпи здесь была пилорама когда-то вот остались от нее фундаменты так что думаю тоже имеет смысл поискать железо тут большое уже срезана газореза все равно есть еще металл все равно есть я думаю что будем ходить искать уже даже на поверхности что то есть мусорка конечно здесь местные захламили все вот видите можно будет отрезать бензорезом крышка мотоцикл минск даже можно глазами еще найти металл что металл будет думаю в любом случае разбойница то у меня бегает что ж мы копали мы здесь тоже прошлый год с племянником без камеры камеры тогда не было как раз камеру я потерял ездили тут копали тоже находили рельсы и стрелки крестовина стрелок чем металлу было прилично он тут фундаментах видно металл тоже есть какой неплохой тут можно где-то что-то посмотреть по вырезать ладно будем искать что интересно будем показывать решил обойти здесь в округе места местные и по свалке такой мусорка такой вот телевизор такой динозаврик тут мамонт блин ставьте класс у кого был такой телевизор чтобы типа горизонта или кварца как там еще были я уж не помню у нас помню был такой я еще маленький был школу наверно не ходил был такой первый телевизор кварц черно-белая даже вам путь на месте лампы блин были вообще дефицит помню вечно по нему как дашь он опять показывать опять что-нибудь забарахлит заполосит опять ему сверху кулаков трес треснешь он опять кажет да точно такой же телевизор был металл здесь какой-то земле крыло от восхода или от ковровца что-то такое так ребята находки пока пруд находки пруд решил в общем маленько посадить лошадей порезать сначала вот эти все которые торчат железки тут из фундаментов посрезаю а то я потом устану друзья и мне будет просто лень этим заниматься так что пока я не устал я их попилю в общем и такое разнообразие в работе всегда всегда хорошо сейчас посрезаю их их много где торчит вон вон везде они тут по кругу бревна видимо стояли но стал бы стояли на этих фундаментов вот кстати железная рамка идет надо с ней еще бы определиться может она где-то какими-то анкерами видимо тут может электродвигателя или редуктора у пилорамы что-то стояло такое чем на посмотреть как она крепится она тут зацементирована может анкера скорее всего анкерами так посмотреть может возможно эту площадку как-то отсюда отодрать а так посрезаю сейчас все эти блин рядышком с поселком вон дома все тут как бы я не знаю почему ли мимо ходят и никто этим не занимается видимо хорошо зарабатывает или просто лень задницу от дивана отодрать так что нам и не ленивые сейчас мы все это дело покрошим тут быстренько интересное конечно местечко находок много буквально на одном месте это еще не все я еще туда ближе к машине унес тут и рельсы вон но они зацементированы получается вот рельсе на торчит на фундаменте зацементирована видно что фундамент самих вот в этих фундаментах тоже сто процентов тут металлу дай-то бог там он видно такие шпильки здоровые анкера зацементированы да и набивали их тоже вместо будто металлом всякий кидали когда заливали то что я уже тумбы такие где-то раз крошил блин наверное килограмм 300 из одной тумбы из небольшой выколотил металла вот из такой тумбы блин там один считай будь все этот был как как его назвать все металлом так что друзья на это тоже когда копаете мало ли в таких подобных местах тоже обращайте внимание бывают куалдачу так-то она крошится расколачивается ну где вот видно там я тогда проходил мимо допустим и видно было что металл прям торчит из бетона расколотил его быстренько и все так что берем бензорез и работаем работаем дальше так ну и вот та кучка металла которая тут рядом с машиной тоже здесь кусок такой плиты неплохой на 12 наверно шестеренка вам звездочкой 5 в общем все такое тяжеленькое тоже так что металл сегодня идет у нас неплохо ехать далеко не надо джесси отдай перчатку джесси отдай перчатку джесси отдай перчатку ну все теперь у нее хрен заберешь шкодница жасля шкодница отдай перчатку одна есть у меня другая так посрезал я все ванкру в округе эти эти держаки нет один еще остался он там спилить не заметил в общем вот такая вот кучка их получилось я вам скажу довольно увесистая каждая килограмм по 4 наверно весит или около того но больше трех даже можно взвешивать не обезмен где-то в машине есть так что ничего я тут быстро за 15 минут управился пробежался все спилил собрал все еще одну она осталась еще можно туда еще пройтись туда дошел до конца пила рамы видимо 2 рамы стояла вот эти фундаменты от рам стоят и что ли это было потому что здесь ну думаю что здесь вот как раз на этих фундаментах пила рамы сами сами рам стояли так как в округе здесь много этих клиньев от карабинов нашел которыми пилы зажимают я работал на подобных рамах то что знаю что такое так но это станина оказалась забетонирована никаких шпилях болтов я ничего не нашел никаких анкеров решил с металлоискателем походить ну и находки тут просто тут и есть они вообще себя ждать не заставляют может по ним доски катали или бревна короче вал какой-то пластиковый оплетки но сверху пластик внутри товал я думал на за металлом ничего страшного что тут немножко пластика есть металл идет металл внутри ну друзья хорошая начинка типа плиты железный ух ты железо толстая толстенная я рассказал да это плита печная печная плита но похоже на самодельную как она слишком толстая может и не печная нет это не печная то что-то что-то непонятная деталь какая-то я даже не знает чего-то какие-то приблоды видимо тут свои пилораме были так похоже что там еще есть так лопата лопата хорошо какой-то круг кольцо такое-то еще похоже что то есть конечно каша здесь в этой каши конечно возиться не каждый это захочет подождать когда подсохнет опять крепилой затянет кусок трубы я уж такие перчатки одел резиновые весь тут ухрендякаешься конечно так что то здесь еще интересно ну-ка проверим что-то лопатой ткнул и как будто опять что-то железное надо проверить да железо какое-то без металлоискателя как с щупом нашел на таких местах хорошо тут можно просто сброс металла найти свалки металлолома так скажем запчастей уголочек какой-то что-то еще он есть вот такой вот типа ножа что-то какой-то как нож не знаю от чего тяжелое еще что-то есть такой вот кусманчик еще есть еще и тяжелое что-то вал опять каток валец как его назвать тоже тяжелый валец вот такой вот все в одном месте тут еще что-то есть пружина тоже неплохо металлоискателем не всегда в таких местах можно что-то найти ты пройдешь просто тут будет катафония сигналов не поймешь что-то так и пропустишь придешь иногда полезно простукивать просто щупом лопатой так ну тут же стянка какая-то я уже проверял вот тут что-то хорошее все в сигналах тут говорю даже непонятно где хорошие сигналы где шляпа как-то дюралевая крышка типа типа кнопки какой-то выключатель включатель был так все тут же ковыряюсь в этом заместе еще нашел каток у рельсинки небольшой кусочек ну и доказательство того что здесь была лесопилка пила рама вот кусок от пилы рама р-63 р-65 р-63 это которая с ручными грузами 65 ну ребухи прижимать деревину 65 это уже где электрически ребухи прижимаются вот кусок пилы пила рама здесь и прибежала пруд какой-то от поверхности почти уголок какой-то тут еще еще что-то есть вальцы тяжелые на что ребуха блин ребуху нашел вот это тяжелая вещь если это то что я думаю возможно ошибаюсь нет ошибаюсь хотя да похоже что-то шестерня или ребуха и вот такой блин так вам наверно не видно ли а что там не показывают куда чуть-то куда чуть снимаю в общем вот такой блин тяжелый толстенный вон смотрите вот такую шестерню еще нашел нуgen где чё то почему-то думал что тут ну я заходил сюда вон тут было якобы на было много воды по те годы весной. Я думал, что не будет столько железа, но я был прав. Тут его еще ого-го. Как я понимаю, тут копать или не копать еще не один день можно. Всякие-то запчистюльки вылазят. Тут еще что-то тяжело. Пять вал. Пять вал такой. Уже что-то пять таких нашел. В таких местах хочется работать, работать, работать. Азарт. Меня поймут только азартные люди. Так, ребята, решили чаю попить. На этом месте, где вам последний раз показал, столько металла накопал. Килограмм сто смело, если не больше. Все тяжелое. Сейчас чаю попьем. Сегодня у нас 25 апреля. Так, для справки. Мало ли видео, может быть вообще зимой выложу, может осенью, может сейчас весной, не знаю. Так что для справки вам. Что, Джесси, кушать хочешь? Ты-то с утра поел, а тебе это. А я сегодня так чайку попил, да побежал. Аукцион Виолити. Это крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Виолити это наилучший вариант, как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме. Эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную ее стоимость. В магазине Виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для очистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет вам сохранить ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Виолити. Ссылочки в описании под этим видео. Итак, друзья, промежуточный итог. Вот такое количество металла уже. Включаюсь сейчас редко, так как, ну сами можете видеть, погода что-то не радует, не располагает к съемкам, так скажем. Поэтому буду вот так как-то отчетики вот такие делать. Довольно много вальцов этих накопал. Уголок мощный, небольшой уголок. Плиту опять такую же, как где-то уже показывал, что за нож или что это за плита. Не знаю от чего. Третья кучка у меня уже такая. Я что-то раньше туда таскал сейчас, ну его нафиг плюнул. Вон до сюда уазиком подъеду, да отсюда и сгружу. Что таскать-то лишний раз. Хожу здесь еще, все перекопало. Попадается немного. Конечно, здесь вот, здесь видимо стена у пилорамы была, я так понимаю. Стоят вон тумбы по краю в ряд. Тут больше попадалось. Тут две рамы стояло, да я. Одна пилила, пропускала бревна на лафет полубрус. Вторая рама уже полубрус на доски пропускала. Вот жилоба, где опилок скатывался. Здесь, здесь, здесь транспортер шел тоже. Выгребал этот опилок из-под рам. Цепь бы от транспортера найти тоже тяжеленная, они не попадаются. Таких запчастей от пилорам, как ребухи, там, груза, вот эти. Колесо, вот этот маховик бы найти от рамы. Вот там тоже тяжесть бы. Так, ребят, в общем, что-то я находился, накопался. Прошел сейчас по железке здесь. Вот эта вот дорога, это когда-то железка была, узкоколейка. Там он пару кучек хороших тоже накопал. Ну и здесь у меня три кучи, там куча, здесь, ну и вон. Я думаю, в общем, килограмм 500-то смело должно быть. Еще надо к сестре заехать, у нее рельсу там 18-й. Сколько метра 4, наверное, надо распилить, увезти тоже. Я сейчас опять цепей на бензорез наклепал. В прошлый раз у меня цепь лопнула, рельсу забрать не смог. Сейчас наклепал, на запас с собой взял, в общем. Сейчас сколько у меня, три цепи еще запасные. Так вот, теперь не должен страдать, если цепь лопнет. Джесси, Джесси все, блин, бегает, хватает, все играет. Она играть-то нормально не умеет, блин. Зубы как шилья, кусаются больно. Силу не рассчитывает нисколько, да, Джесси? Ты вроде играешь, а силу не рассчитываешь. Все, успокойся. Конец. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...